Мы заказали 9 мовиков по одной демке. Если в прошлом выпуске были только авторы из СНГ, то сегодня 4 человека будут из Европы. Посмотрим, насколько сильно отличается их уровень, а самое главное – цены. Суть ролика заключается в том, что я буду смотреть эти ролики впервые. И после просмотра каждого я должен назвать свой прайс. Если я попадаю примерно в точку, я получаю 1 балл. Вы можете сыграть в эту игру вместе со мной, поэтому записывайте все ваши результаты и после чего напишите в комментариях, как вы ответили на эти вопросы. Давайте посмотрим, какую демку я им отправил. Справа. Два. Еще двери. Еще один. Машина. Супер. Демка выходит. И очко. Давайте приступать к просмотру мовиков. Ну а перед этим не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Давайте наберем 15 тысяч лайков. Игорь, готов? Привет-привет, да, погнали. Ласково. Очень долгий черный экран, но не буду придираться. Смотрите, я тут замечаю очень странный момент за графикой. Как будто он ее не выкрутил. Я вижу пиксели, я вижу вот эти частички. То есть это не супер лучшее качество, которое возможно. Очень красивые переходы. Плавное. Он показал все киллы. Показал, как это было примерно. Я понимаю то, что это было красиво. У него это получилось сделать. Я думаю то, что это такой простенький моментик. Хорошая работа, которая должна стоить средний ценник. Так, в итоге. Я записываю. Мувик номер один. Я думаю то, что это чел из Европы. Какая может быть стоимость средняя в Европе? Давай сделаем 30 долларов. Нет, давай сделаем 20 долларов. Игорь, сколько это стоило? И сколько? Это Европа или Санг? Так, ну что ж, насчет Европы ты угадал. Да, действительно, этот заказ был сделан на иностранной фриланс-бирже, а вот по ценнику немножко не попал. Не 20 долларов, а 12 с половиной. По сегодняшнему курсу 920 рублей. Это 920 рублей. Ну, честно скажу, за 920 рублей это очень хорошая работа. Поэтому этому Муви Микру большой респект. Так, следующая работа. Шок. АВП квадрокилл. Это выглядит как будто какие-то духи. Красиво, кстати. Очень красивая цветокоррекция, Игорь. Да, видно, что поработал. Отличные звуки. Музыка вот прям сильно отличается от прошлой работы. Здесь прям объемная. Звуки как будто фильма Кэмерона. Как будто сводил Олег Мелехин. Это вообще Оксимирон какой-то. Слушай, мне очень нравится работа, я хочу ее присмотреть. Вот этот Мувик я просто готов сейчас забрать себе куда-то в сусети и закинуть. Как я это делал в 2014 году. Прям хорош, прям хорош, да. Я думаю то, что это работа из СНГ, потому что она очень талантливая. А вот по стоимости это уже другой вопрос. СНГ моя ставка. По стоимости я думаю то, что... Такая работа должна стоить полторы-две тысячи рублей. Игорь, сколько это стоило? Вот где я с тобой точно соглашусь, это то, что это действительно одна из лучших работ всего нашего сегодняшнего пака. Это меня расстраивает. Это меня расстраивает, потому что у нас еще столько работ, а это уже лучше. Одна из лучших. Одна. Там будут еще крутые. Вот. И да, это действительно СНГ. Сделал ее Movie Maker Junior. И попросил он за эту работу 1100 рублей. Кошмар. Junior, если ты меня смотришь, ты очень большой молодец. И за такие деньги делать. Это очень сильно. Junior, это его никнейм или это его уровень работы? Это его никнейм. А, понял тебя. Но вот работает не как Junior. Movie Maker номер 3. Игорь, почему у меня ролик включается в первую же секунду? Ни одного перехода. Скриншот, как будто я играю сейчас в CS. Ну, это, видимо, творческое решение такое. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего не сделано пока что. Вот красивый был переход сейчас. Ну, просто не относится к коррекции. Появляется интер-марвока к чему-то. Ну, блин, мне абсолютно не нравится этот ножик. Вообще-то дефолтный нож показывает. Слушай, мне работа абсолютно не понравилась. И я не готов за это заплатить больше, чем 300 рублей, чувак. А где же ее сделали? Я не знаю. Давай, давай, Европа. Да-да, это действительно Европа. Только вот по ценнику, к сожалению, не менее не 300 рублей. А 12,5 долларов. Ну, это просто кошмар. Вы помните первый мовик за 920? И этот чел с таким же прессом делает мовики. Это вообще нечто. Но тоже Европа, 920 рублей. Это не стоит того. А это талант. Стретняк. Ох, ок, что это. Это песочный DAS 2. Как фильм какой-то. Это СНГ, это СНГ 100%. Ну, они знали, они знали. То есть, они знали, что это наш заказ, да? Да. Так, это уже, конечно, чит. Ну, ладно. Как красиво. Какие классные звуки. Мне так нравятся вот эти переходы с логотипом нашим. Смотри, как приятно. Красота, красота. Слушай, это очень достойная работа. Она точно из СНГ. Так, мовик номер 4. Я думаю, это СНГ. И цена... Блин, она выглядит дорого, чувак. Я не готов отдать меньше 1000 рублей. Мне было бы стыдно. Я думаю, эта работа должна стоить 2000 рублей. Ты готов удивиться? Боже, только не говори, что это 1000 рублей. 600 рублей. Чувак, который это сделал, пожалуйста, иди... Я надеюсь, у тебя все получится, чувак. Но такие цены не делать низкие. Это не стоит того. Нужно дороже. Талант X2. Красота, красота. Как будто сейчас будет клип какой-то. Боже, как ты все испортил, чувак. Во-первых, я вижу 14 секунд. Это очень мало. Ну, камон. 14 секунд. Смотри в этот момент. Какой красивый пролет. И бэм. Переход. Ты в курсе, что такой переход? Я хочу заново посмотреть. 14 секунд. И вообще ничего не понятно. Длился бы этот мувик вот 2 секунды первых. И все. А музыка без авторских? Я им всем сказал, ребята, а без авторских мое единственное условие. Чувак, эта работа... Я боюсь то, что... Если это в СНГ, то это очень печально. Я думаю, это Европа. А цена тоже какая у них средняя? 920 рублей. Да, да. Ты во всем прав. Они просто, видимо, берут один и тот же прайс на Fever и кайфуют. Хотя уровень отличается в X5. Короче, не брать. На 6-й мувик у меня хайп. Опа. Так, это уже интересно. Это лучше мувик, по твоему мнению? Посмотрим. Давай. Ладно, да, да. Он лучший. Какая травка. Это сурс 2-й или 3-й? Чич, бро. Какая тачка. Как уж. Это та работа, которую мы ждали месяц? Ну, не месяц, но долго. Мы дольше всего эту работу ждали? Да, да. Они предупредили, такая работа будет делаться долго. Это нереальная работа. Это нереальная работа, чувак. Конец говна, кстати. Резкий. Очень резкий конец. Но начало, это графика, это цветокоррекция. Очень достойно. Я думаю, это точно СНГ. Вот, а по стоимости я готов за это заплатить 3-4 косаря. Но я думаю, это будет стоить как раз-таки вот 3-500. Моя ставка 3-500 за эту работу. СНГ, СНГ. Наши цены, наши цены. Давай ниже, Эрик. Давай ниже. 2-е... Почти попал. Полторы тысячи всего лишь, представляешь? Боже, какой рынок. Это... Это полторы недели делать за полторы тысячи рублей. Я не знаю, как они выживают с такими прайсами. Ну, начало здесь такое... Резкое, но жить может. Цветокоррекции абсолютно нет. Все очень мрачно. Музыка без авторских прав какая-то. Ну, прям очевидно без авторских прав. Небо черненькое, но оно такое немножко попсовое, мне кажется. В общем, мне работа не понравилась. И... Как я понимаю, у нас работа из Европы 4. 1, 2, 3. Я не думаю, что это работа из Европы. Это, я думаю, все-таки СНГ. А по стоимости... Я думаю, 600 рублей это будет стоить. Слушай, вот смотри. Мне есть небольшое мнение по этому мувику. У меня есть ощущение, что это мувимейкер такой, знаешь, начинающий. Который совсем недавно начал делать мувики. И такой... Посмотрел на ютубе туториал, как там небо сделать. Как где-то красивый пролет сделать. Но общего чувства, как сделать красивый мувик. И прям полных технических навыков у него еще вот нет. Я с тобой полностью согласен, Игорь. И что касается цены и региона, давай я тебе скажу регион. Это Европа. Это последняя работа из Европы. И вот я тебя теперь хочу спросить. Не хочешь ли ты изменить мнение по цене? Конечно, поменяю. 920 рублей. Не-а. 1770. 1700? Угу. Просто в блоке вон. Ну это просто... Ну это не может столько стоить. Ну в СНГ бы за такое брали сколько? 600 максимум. Ну конечно, конечно. Это реально джуниор. Абсолютно джуниор. Слушай, я Европе расстроен, честно. У нас средняк был Европа. Не стоит того Европа. Не брать Европа и в блоке у Европы. Это вообще нормально? Они и по срокам дольше делали, и по общению какие-то странные. Не поздороваться, ничего не могут, ни вопрос какой-то задать. В общем, я тоже разочарован, мягко говоря, вот, по крайней мере, этой биржей. Возможно, где-то в Европе есть хорошие мувимейкеры за вот такой прайс. Да, если что, мы это все делали на фивере, правильно я понимаю? Да, да, все европейские заказы это фивер. Окей. Ой, мне уже нравится. Ну тут очевидно, что СНГ. Очень красиво уже смотрится. Необычная камера. Очень резко включается музыка. Ой, но это небо. Слушай, ну атмосферно. Передает атмосферу какую-то, да. Тут тоже небо изменено, но оно изменено красиво. Короче, это самый долгий ролик у нас, как я понимаю. И он выделяется. Он слишком какой-то в глюках. Очень быстрая смена настроения. Мне оно очень, на самом деле, сейчас начало нравится. Это какая-то напряженка. Какая-то зона отчуждения. И после чего начинается дискач. Ну это реально классно. Начинается просто Bad Trip. Да, Bad Trip, да, 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 Bad Trip. Я думаю, эта работа должна стоить полторы тысячи рублей. Нет, 1200 рублей. Моя ставка 1200 рублей. Перед тем, как озвучить тебе ответ, хочу сказать две вещи. Во-первых, небо действительно крутое. Часто, да, мовимейкеры меняют небо, но ставят туда просто космос. А тут чувак запарился и сделал оригинально. И второе, крик души всем мовимейкерам, которые нас смотрят. Я за последние пару месяцев заказал уже больше 15 мовиков. Ребята, скидывайте файлы, чтобы они вот на обычном компьютере открывались нормально. Пожалуйста, очень много лагов. И что касается цены, Эрик, ну это просто похлопаю тебе. Рубль в рубль, 1200. Вау, стоит того, стоит того. Эй, что это за цвета? Не, мне уже не нравится. Боже, эта графика как будто стендов. Музыка не мое. Она не подходит под этот вайп. Я думаю, это рубля 600 стоит. Тоже начинающий мовимейкер. Ничего интересного здесь не увидел. Так, моя ставка 600 рублей. И я думаю, я ошибусь, я максимум, на рубля 200. Слушай, ну смотри, этот мовик, он немножко особенный. Почему? Потому что это, скажем так, комбинация регионов. В чем суть? Мовимейкер этот из Украины. То есть, как бы СНГ. Заказ был сделан на фивере. Как ты думаешь, сколько он попросил за это? А, значит, он по прайсу делал 920 рублей. Нет. Это был самый дорогой кувик из всей нашей пачки. Покажи, сколько стоит? 2180 рублей. 2180. Чувак, так нельзя, так нельзя делать. Это... Игорь, верни мне эти деньги. Как это могло стоить столько денег? Это обман. Ай, ладно. Ну, это вообще не стоит того. Короче, моя ставка. Фивер, это не то, что нужно. Мовики там делают плохие. Вот так у нас получился список. Я считаю то, что лучше не идти на фивер. Заказывать в Европе тоже не стоит. Надеюсь, Европа поймет, насколько в СНГ лучше делают мовики и какие цены здесь, и будет поддерживать наших молодых талантов. Да, а СНГ-шные мови-мейкеры смогут хоть немного, но поднять цены на свои прекрасные работы. Напишите в комментариях ту работу, которая вам понравилась больше всего. И хотите ли вы следующий ролик? Мы сможем сравнить еще больше, как и хлеба интересных моментов. Но если тебе этого ролика не хватило, посмотри еще один ролик, где мы смотрели мовики. Он вот здесь. Пока.